Прежде чем мы начнём, я хочу сказать следующее. Я впервые опубликовал это видео на английском языке, и оно расстроило некоторых людей. Но я понимаю, что вы к этому привыкли. Я живу в Чикаго, а в Чикаго всегда были отличные рестораны. Не хорошие рестораны, а отличные рестораны. Лучшая мексиканская еда, которую я пробовал, была в Чикаго. Не в Мексике, не в Калифорнии, не в Техасе, а в Чикаго. Лучшая тайская еда, которую я пробовал, была в Чикаго. Лучшая индийская и греческая еда, которую я пробовал, была в Чикаго. То, о чем мне рассказывают ютуберы о Таиланде, Вьетнаме и Филиппинах. Часть первая. Это всего лишь я, едущий по Пхукету в Таиланде, и считается, что это место с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в Таиланде. Но я обнаружил, что большая часть Таиланда такая же. Создатели ютуб делают так, чтобы всё это звучало великолепно и потрясающе. Они делают это так, потому что это приносит просмотры. Это развивает их канал и приносит им деньги. Но я скажу вам правду. Я был в Азии больше трёх месяцев, так что это касается Таиланда, Вьетнама и Филиппин. Загрязнение. Загрязнение плохое. Очень плохое. Неважно, где вы находитесь в Азии, загрязнение будет плохим. Все сайты, предоставляющие отчёты о загрязнении в различных регионах мира, неверны. Я думаю, они размещают датчики не в тех местах. Плюс они сами себя отчитывают. Так что эти места будут выглядеть хорошо. Загрязнение происходит из двух основных источников. Один из них – это автомобили и транспортные средства, а другой – это сжигание вещей. Сжигание дров для приготовления пищи, сжигание садовых отходов и сжигание мусора. Плюс изготовление дыма в религиозных целях. Для автомобилей и транспортных средств это не только чёрный дым, но и оксид углерода. Вы не можете видеть оксид углерода. Ни один автомобиль в Азии не имеет каталитических нейтрализаторов. В то время как в Соединённых Штатах все автомобили имеют каталитические нейтрализаторы. Когда я иду по торговому центру или по улице, я попадаю в облако угарного газа. Это почти заставляет меня терять сознание. Мне приходится сидеть около 10-15 минут. В сельской местности или в сельской местности люди используют дрова для приготовления пищи и разводят дым в религиозных целях. Плюс ко всему, во Вьетнаме в крупных городах постоянно курят в религиозных целях. Если вы, как и я, человек с повышенной чувствительностью, то этот тип загрязнения может вас убить. Это заставляет ваши кровеносные сосуды сужаться, что затрудняет сердцу перекачивать кровь по телу. Это может вызвать инсульт или сердечный приступ. Плюс это может вызвать множество других проблем. Например, усугубить диабет, вызвать проблемы с концентрацией и вниманием, проблемы с дыханием и сном, проблемы с ходьбой и использованием рук и многое другое. Многие говорят, что это из-за жары, но я видел, как разные люди начинали сильно потеть, хотя всё, что они делали, это сидели. Вот как это было со мной. Когда я был во Вьетнаме, я сидел только 20 минут и был весь мокрый от пота. Я не ходил, не стоял и ничего не делал. Должен вам сказать, что этих людей заставляет так сильно потеть не жара, а загрязнение окружающей среды. Я отправился в однодневную поездку по островам. Когда я был примерно в часе езды от берега, большинство моих проблем со здоровьем, казалось, ушли. Мои руки начали функционировать, как обычно, я мог дышать и даже плавать. Однако, как только я вернулся на берег, снова в загрязнение, я больше не мог функционировать, как нормальный человек. Так что, если я не куплю лодку, похоже, в Азии мне негде будет жить. Еда. Создатели YouTube говорят, какая замечательная и вкусная еда в Азии, но они все лгут. Посмотрите их канал. В своих ранних видео они показывают, как едят уличную еду, но как только они начинают зарабатывать на YouTube, вы больше никогда не увидите, чтобы они ели уличную еду. Они едят в основном западную еду. Это потому, что еда в Азии отстой. Она настолько отстойная, что я подумываю поехать в Мексику. Говорят, что в Азии еда дешевая и недорогая. Это я иду по Хо Ши Мину, Вьетнам. В Хо Ши Мине и Бангкоке, Таиланд, много ресторанов с западной кухней. Сто тысяч вьетнамских донгов равны четырем долларам США. Так в Хо Ши Мине можно купить хороший стейк за 16 долларов. А в Америке такой же стейк будет стоить около 50 долларов. Но большая часть Азии не настолько дешева. Плюс ко всему, они вам не говорят, что в большинстве случаев размер порции небольшой, поэтому вам в итоге приходится покупать два блюда, чтобы просто наесться. Так что это не дешево. Вы потратите около 10 долларов за обед. Если еда была такой вкусной, то почему во всех местах Азии, где я бываю, в Мцдоналдс и Крнтоке Фрейд Чикен всегда полно людей? Наполнено людьми из Кореи, Китая, Европы и местными жителями. Во Вьетнаме есть национальное блюдо под названием Фо. Я наблюдал, как люди едят Фо, и на их лицах читалось разочарование. Я встретила двух девушек из Италии. Одна сказала, что, возможно, она не привыкла к их типу лапши. Я ответил, что нет. Еда отстой. Затем обе девочки захихикали. Я не буду вдаваться в подробности, но многие рестораны никогда не слышали о перекрёстном загрязнении. Их гигиенические практики оставляют желать лучшего. Это касается как уличных торговцев, так и ресторанов. Так как я из Америки, мой организм не может с этим справиться, поэтому я в основном питаюсь в Мцдоналдс или Бергер Кинг. Плюс мне надоело покупать еду, которая была такой отвратительной на вкус, что я не мог её есть. Может, дело в ресторанах на граб. Это были просто выброшенные деньги. Так что теперь я в основном питаюсь в Мцдоналдс или Бергер Кинг. Я собираюсь поехать в Паттайю, Таиланд, через несколько недель. Надеюсь, еда там намного лучше, чем в остальном Таиланде. Бангкок – крупный город, и поэтому, вероятно, имеет много отличных ресторанов. Я знаю, что в Бангкоке есть много хороших заведений быстрого питания, помимо Мцдоналдс или Бергер Кинг. Место, о которых я никогда раньше не слышал. Я нашёл их, когда пошёл в торговый центр. Но местная еда? Нет. Хорошая новость. Здесь, в Азии, Мцдоналдс и Бергер Кинг не используют искусственные консерванты или добавки. Так что, в отличие от США, где если вы много едите в Мцдоналдс или Бергер Кинг, вы наберёте вес. Здесь, в Азии, я не набрал вес. А я здесь уже больше трёх месяцев. Продолжение следует...